Субтитры делал DimaTorzok Но мнения делились Кто-то стоял на 3-1, кто-то на 3-2 За одну команду и за другую По три голоса было за каждую из команд Но тем не менее пока что Дикие карты Весдора Поставили точку в прошлом матче И в итоге сейчас HQ лидирует со счетом 2-0 Вообще для тех, кто только подключился Игры здесь отличаются От того, что мы привыкли видеть В других регионах Здесь очень пассивный бот Там вообще не происходит никакого экшена Очень много передвижений От мидеров Сильный импакт дает в игру топеры И естественно Захват преимущества идет Со стороны Леса и Мида В первую очередь Да, на самом деле Я в последнее время очень сильно стал замечать Насколько в 6-15 Именно топ-лейн импактит игру Насколько много Текущие топ-лейнеры Могут именно привнести В матч И насколько сильно Они могут повлиять на исход Потому что есть разные возможности Очень много сейчас сплитпушеров И если ты Своего топера Выводишь вперед Такого как Ганпланк Такого как Гнар Там Фиора В какой-то момент На них нет ответа То есть Тебе приходится Слишком много сил Тратиться на то Чтобы его сдерживать Если у тебя Не получается этого дела Ты теряешь Одну вышку за другой На боковых линиях Если ты Вынужден туда Отправлять Чуть больше персонажей То Четыре персонажа Которые тебя давят По другой стороне Они просто делают Аналогично Аналогично То что делал бы твой топер Поэтому Ты все время Находишься в ситуации В очень неблагосклонной К своей команде И к тому Что происходит на карте Да Выбор стороны К третьему матчу Флэш Вулс На синей стороне Будут играть Честно говоря На красной стороне Флэш Вулс Мне показались Более уверенными И у них Как-то Больше заходило Прям По макро-ротациям По Там Вот этой возможности Подловить соперника В первой же игре Флэш Вулс Мы не видели Такой Если во второй игре Мы можем сказать Что выиграл случай Да Вот этот вот Стил на Шора В целом Игра у Флэш Вулс Была достаточно уверенной То в первой игре Я бы не сказал Что Флэш Вулс Эту игру Как-то держали В своих руках И они были Скорее полностью потерянны Во второй игре Большую пользу Сыграл для них Пик Аши Поэтому мне кажется От этого пика Не стоит отказываться Потому что Аша заставляет Оппонента Драться с тобой Даже тогда Когда он этого не хочет Да Талия Ферст пик Для Флэш Вулс Снова По банам Там Кенч Лиссандра Джин Владимир Твистед Фейт И последний бан Думаю сейчас Тоже прогрузится Просто очень быстро Прям идет Пик бан фаза Мел Захарпа Ласт бан Талия была В Блайн Ферст пикнута В ответ на это Гнар с Риксай Могут пойти Или даже Ганг Планк с Риксай Все раньше и раньше Талия уходит В первой фазе драфта Она ушла В третьей стадии В прошлой Она во второй стадии Ушла Сейчас она уходит Прям в первой По-моему В прошлой игре Она ушла В первой стадии А, да-да-да-да Тоже в первой По-моему В первой игре В первой игре В первой игре В первой игре Возможно во второй Вот В первой игре Flash Wolves пикали на своем втором-третьем пике, а в прошлой игре на как раз-таки первом. Maple ценит этот пик, и Flash Wolves в отдельности не собираются отходить именно от нее. Ну, да. То есть причина поражения явно не Талия. Но на этот раз мы видим то, что Gunplank остался открыт. Ziv, кстати, я там немножко почитал, Ziv признан именно MVP всего регулярного сезона среди всех игроков в лиге. Ого, ну Ziv да, он показывает уже на протяжении двух игр, насколько много импакта, то есть влияния, он может оказать на игру. Sevir для N, забирает для AN, приоритизирует Sevir над любым лесником. Rek'Sai, Gragos. Прекрасно понимает, что если будет забрана Rek'Sai, мы заберем Gragos. Если будет забрана Gragos, мы заберем Rek'Sai. No problem. И AHQ играют именно от этого. Хотя у Mountain был очень хороший Gragos. Если сейчас Карца заберет его себе, может быть здесь такая возможность. Кстати, кстати, мне сказывается то, что Карца просто не играет на Gragos, потому что в первой игре Gragos они сами банили на левой стороне, в прошлое они его не собирались забирать, даже когда он был доступен для них. И сейчас мы видим то, что приоритизируют, они все равно Rek'Sai вперед Gragos для себя. По этой причине Mountain, в принципе, может не торопиться с этим пиком, потому что в любом случае он достанется им. Я бы здесь, на самом деле, на месте Flash'у все-таки забирал бы Gragos. Да, понятно, вот этот фактор, да, того, как отыгрывать на нем Карца, он присутствует, но в целом оверолл по тим-композиции, мне кажется, что Gragos для Flash'у был бы предпочтительнее, учитывая тот плейстайл, которого они стараются придерживаться. Да, Карца достаточно агрессивно играет в early game, и Gragos может это себе позволить. Rek'Sai в принципе тоже, но не с той уверенности, с которой это может сделать Gragos. Плюс, если Flash'у забирает Gragos, HQ забирает Rek'Sai, и HQ ставит себя в положение, когда у них три physical damage источника, Glantplank, соответственно, Rek'Sai и Severe. Таким образом, они должны взять heavy AP damage на мид, и Twisted Fate, ну да, он неплох, но скорее как дополнительный урон, нежели как основной источник, потому что если у Twisted Fate что-то пошло не так, то он уже не выдает того огромного урона, который может. Тем не менее, Gragos отдают в пользу HQ, и для HQ, мне кажется, это суперкомфортный вариант, плюс Alistar. Здесь небольшой реверс-драфт происходит, потому что для Свордарта забирают Brauma, а вот Alistar достается Alibis. Я согласен с тем, что эти пики для команд работают, с учетом того, что если команды никогда не играли на боте, достаточно агрессивно, сейчас не надо менять никакой порядок драфта именно для этой линии. По этой причине мы и видим здесь во всех трех играх пока что противостояние Brauma против Alistar, как именно пассивные суппорты, они сейчас могут заходить очень хорошо. Я считаю, что Alistar в какой-то степени подкантривает Ash за счет своего ультимейта, то есть он всегда стоит перед своими союзниками, и Ash просто не может дать свою стрелу в AD керри, или в какой-то бэклайн. И если стрела попадает в Alistar, Alistar тут же использует свой ультимейт, выходит из этого контроля, и уже на команду, которая пыталась инициировать, уже дает в ответ свои какие-то комбинации, свой урон, и это серьезно осложняет процесс. Оу, а Ваздур на этот раз берет себе Косодина. Вот тот Magic Damage, который здесь необходим был для команды HQ, он как раз у них дополнительно и появляется. Но здесь у них полностью сбалансированный стаб, плюс Alistar отличный фронтлейн вместе с Грагасом. Мне кажется, здесь команда Flash Wolves имеет серьезные шансы отлететь 3-0, потому что... У HQ очень сильный поздний мидгейм и лейтгейм, конечно, безумно мощный. Правда, до этого момента еще дожить надо, потому что у Flash Wolves здесь на этот раз у Аши в связке не Alistar, а Браун, поэтому возможности их агрессии на боте сейчас в разы увеличиваются. Да, вот эта линия Ash плюс Браун имеет очень высокий потенциал для того, чтобы организовать серьезную агрессию, ну, во-первых, на шестом уровне, но и в дальнейшем, то есть вся лайн-фаза очень много, ну, опять же, зависит, конечно, от стрелы НЛ, если он попадает по АН, который не сможет задолжить эту стрелу с помощью сполшолда, дальше Браун с Айкьюшкой, с этими станами, с подкидыванием, там можно его очень быстро уничтожить. С другой стороны, есть всегда Alistar, который Ашу может откинуть, который всегда может дать комбу, и Аша просто не нанесет тот ДПС в те сроки, которые будут необходимы. Вот это одна из проблем, кстати, и Alistar тоже в противостоянии против Брауна, то что если он попытается откинуть Ашу, а Браун, допустим, уже переключится на Alistar и начнет настакивать на нем метки, то Alistar практически всегда в таких ситуациях остается без флэша. Каким бы он затанкованным ни был, конечно, продолжительность этого урона, замедления и контроля, которые исходят от связки, она достаточно болезнен. На этот раз у Flash Wolves и на топе, кстати, матчап-то получше по той причине, что мы уже видели, как вчера, когда это было, это было позавчера, да, когда O'Damna играл на Эко против Грагаса, ну, точнее, против Ганпланка Кикеса, и тогда O'Damna просто уничтожил на Эко Ганпланка. Да, и считается как раз, что Эко является контрпиком Ганпланка сейчас. Да, хорошим. И, соответственно, команда HQ здесь явно не захочет эту лейн-фазу долго сохранять. Maple на бот-лейн заходит. Интересное решение. Сейчас ротационные от Flash Wolves захотели они зайти. агрессивно достаточно на территории. И HQ сломали вард. Они получают немножко опыта. За вардой теперь опыт дается. Целых 30. Да, раньше мы шутковали там АХХ плюс 10 золота преимущество все FF20, а теперь на самом деле, кроме шуток, да, этот первый вард, эти 10 голды ладно, а вот Экспа, который получает Адекери, это ранний второй уровень на одного крипа. А, насчет того, что здесь пытались сделать Flash Wolves, у них есть Браун, у них есть Эш, и они пытались такой чизовый мув сделать, который обычно сейчас используется почти постоянно. Кто приходит первым в вкус, тот, конечно, и доминирует, но Альбис успел проконтролировать такую ситуацию, и Мэйпл ничего сделать не смог. Грамотно Альбис пришел, то есть он не пошел на свою позицию к мидлейну, он пошел сразу же в этот ботлайн куст. Хорошая игра со стороны АХК. Сразу видно, что Альбис пришел в этот матч подготовлен вообще в эту БО-5 серию, в принципе, как и все АХК. Не дали здесь забрать грампа АХК, хотя, мне кажется, НЛ вместе со Сворд Артом здесь явно могли делать все, что хотят, потому что, во-первых, Елистар с Сивир очень долго его забирает, ну, а во-вторых, даже если бы один Сворд Арт туда пошел бы мешать, он бы с этим справился, с этой задачей. Ну, левел 1 Браун стоит отметить слишком сильный, по сравнению с очень многими суппортами, наверное, с ним может поконкурировать как раз какая-нибудь Талия, у которой слишком много урона просто наоборот. Бард, Бард, на первом, у него очень силен, потому что у него за счет своей пассивки, за счет контроля он может напрячь действительность мощно. Да, ну, карма неплохая тоже на первом левеле за счет своей кью, за счет мантер кью, то есть, но тоже, все-таки, и КД достаточно высокие. Интересно, флешулс понимает, то, что они смогли задавить вражеский бот под свою вышку, они не позволяют, ну, то есть, первоначально они их запушивали за счет преимущества по уровню и за счет преимущества матчапа, и НЛ сейчас получает синий баф. Синий баф для Эш, это означает бесконечный валей, который летит тебе в лицо, пока Маунтин забирал вражеский синий, поэтому он здесь ничего не потеряет с этого, по сути, но, правда, НЛ действительно получит неприятное преимущество для, конечно, противостания HQ здесь. Да, прекрасно Flash Wolves понимают, что Грагас находится в верхней части леса, играют суперосторожно, они даже отходят в кусты и не показываются противнику, чтобы как-то срезать уверенность Грагаса в том, куда он может пойти, потому что, когда у тебя нет обзора, ты не видишь четко, где находится Эко, ты не можешь понимать его позицию, следовательно, как тебе зайти на ганг, ты тоже особо не понимаешь. Но очень грамотно действует пока что Flash Wolves, играют аккуратно, заход получения синего бафа тоже очень уверенная, плюс Риксай получил дополнительные компы в отличие от Монтайна, который забрал только синебаф и все. Как же противно стоять против ЭТээш, тем более то, что первый синебаф длится подольше. Две минуты, по-моему, да? Да, да, да. На 30 секунд дольше. Поэтому здесь ближайшие две минуты для Энна и Альбиса будут неприятны. Минимум, часть фарма они под этой вышкой будут терять и уже, кстати, преимущество есть небольшое для Эннэла. Ну и Эш постоянно закидывает своих чаек во вражеский лес, чтобы замечать, где находится Маунтайн. Поэтому здесь вообще на боте, я думаю, флэш вулс в ближайшее время будет просто огонь. Да. Каждый, кстати, по-своему называет эту чайку, которую пускает Эш, кто-то называет ее Петухом, кто-то еще как-то. Эш много вариаций. Слышал, так примерно как чесноки у Маукайя, Мэйпл. В опасности Маунтайн заходит, тут же флэшится Мэйпл, при этом отдает еще и гост, пытается развернуться, сыграть по ВСДОРу, мало хп у Касадина, но как-то до шестого уровня на линии с Касадином у его противника выбивается оба суммонера, это звоночек не очень приятный. Звоночек неприятный, но тем не менее, обратим внимание на фарм, сейчас Мэйпл достаточно сильно лидирует, понятное дело, что на ранних уровнях ничего не может с этим сделать Касадин, и паузочка, прям в момент подкидывания Зива, Зив может здесь решить, что знаешь, как в фильме как раз-таки Шерлока Холмса, как я могу поставить бочку, замедлить и отойти, я могу прожать флэш, я могу дождаться прихода или телепорта от Касадина, который сейчас находится на базе, и мы попытаемся убить два в два. Да, и там ровно Эко замахивается своим мечом, я уворачиваюсь от удара, прохожусь жаль, только со своей командой он общаться не может в этот момент. Да, кстати, для тех, кто не в курсе, почему все молчат во время паузы, когда ставится пауза, игроки не имеют права вообще ничего говорить, даже чихнуть не имеют права, потому что это может быть знак какой-то. Да, могут только водичку попить. Водичку можно. Это тоже может быть знак. Знаешь, согреть руки мешочком, это другой знак. Да, 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 так, значит, если я делаю так, то это значит, то телепорт, например. Ну и на самом деле, я думаю, что для Ганпланка даже потеря флэша это не слишком сильный такой проигрыш данной ситуации, всегда Ганпланк может отыграть момент сейфова, с другой стороны, при отсутствии флэша, он окажется в уязвимом положении и не исключено, что команда Flash Wolves организует дайв на топ-лейм против Ганпланка, потому что на мидлайне стоит Талия, который может прийти с ультимейта, и Риксайз Эко вообще имеют хороший потенциал для тавер-дайвов. Потенциал, конечно, хороший, но насколько он сейчас будет актуален, это уже другое дело, потому что Ганпланка всегда приятно дайвить, то есть, если ты опускаешься... У них 6-го нет все еще в ММД, чтобы лететь туда, дайвить вперед. Если Зив прожмет сейчас сразу же Flash, то, по сути, он потеряет треть здоровья, но не больше. Да, я бы как раз Ачейн Ганг как говорю, то есть, смотри, Ачейн Ганг, да. То есть, сейчас там Риксай бэкается, Эко там дофармливает Wave тоже может отойти на базу, вернуться и вот, ну как раз посмотрим сейчас, Flash будет, скорее всего, от Зива, хотя он долго его очень не жмет, практически. Его добивают? Нет, с Flashом все держат. Уже жадину. Жадина, говядина, соленый огурец. Теперь можно вернуться, телепорт у него все еще есть, поэтому ничего страшного. Сути, по фарму он хитирует. Да, Маунтин заходит на ботлейн, ой-ой-ой, безэскейповая Аша, вот прям, я прям чувствую, как Маунтин такой, да, да, и тут пытается сыграть Альбис, но не смог подбросить, оу! Безэскейповая. Ох, да, неудачно вышло, Альбис хотел Q-flash сделать по Аше, ну или флешку, но неудача, неудача, хотя попытка была неплохая, Маунтин может сделать чейнган, но здесь летит петух и спокойно замечает Маунтина. Кстати, на топе-то у Зива все вообще супер, он даже свой телепорт сейчас не потратил, он пешком возвращается, а по фарму у него то же самое, что и у Эка, и на этот раз ММД играет не через Грасс, Фандайенку, он играет через Фервор, то есть пойдет в другую витамизацию. Ну вот, кстати, Зив показывает пока что нам то, почему в принципе он стал MVP всего сезона. Пока что то, что он то, какую игру показывает, то он демонстрирует, он знает свои лимиты, то есть он не юзал флеш, он байтил соперников, то есть если бы они начали дайвить, то он мог дать на развороте урон, дать флеш уже тогда для того, чтобы как-то задержать соперников. Я боюсь, что это могло бы быть поздно, здесь очень верно сказалось, что у ММД было недостаточно манны, чтобы он продолжил. Карс это мог, у него еще и к тому же красный баф был на тот момент. Свордарт очень долго пытался эту линию расфризить, заставить крипов убиться об вышку, но это не удалось сделать, в результате очень поздно Браум уйдет на базу. Не страшно то, что он поздно уйдет, главное то, что Аэн никакого фарма здесь по итогам не потерял. Да. О, Вездор играет по карсе, карс снова свою агрессивную игру продолжает, Маунтейн, о, сколько урона летит по карсе, Маунтейн может погибнуть, выфлешивается очень вовремя, Вездор раскастовывается дальше, Мэйпл мало мана имеет здесь, чтобы прикончить этого в КС-1, и КС-1 всегда есть прыжок для того, чтобы избежать смерти, но он здесь даже не понадобится. Я решил не рисковать здесь Вездор, убийство первое он для себя получил, а одного я не понял, почему Карса пошел в такой размен, у него был флеш, он мог уйти, в тот момент, когда Ганпланк уже использовал свой ультимейт, наверное, переоценил возможный урон от Мэйпла. Карс аж на ульте возвращается сюда. Ну, возможно, переоценил урон, не знаю, честно говоря, Карса продолжает играть достаточно неосторожно, и чувствуется, насколько вот, то ли в состоянии тилта он находится, то ли... Здесь, по сути, очередное решение от него было, которое не оправдалось. Прошлый раз это было, когда он на Нидоле зашел во вражеский лес, убили его и часть его команды, на этот раз он отдался только один. Очередная паузочка. Ура! Ура! Хэштег back to 2013. Ну, на самом деле, при таком стечении обстоятельств игра заметно может осложниться, если Косадин выйдет вперед достаточно сильно на Толи, то... Если все чемпионы, потому что линия Алистар плюс Север не скажет, то что она сильна сама по себе против того, что есть у Флэш Вулс, ганпланку надо время, чтобы получить свои предметы, и ни в коем случае нельзя позволить еще и ганпланку выйти вперед по сравнению с ЭКО, потому что если ГП будет один на один убивать или прогонять ЭКО постоянно с линией, продавливать его, то тогда проблем не оберешься, так как Косадин как сплитпушер намного сильнее будет в этот раз, и сами все пики должны поскейлиться здесь, а за эту наглость должны обязательно Флэш Вулс своего оппонента наказывать. Да, опять же, как я отмечал, дайвы на топ-лейн, на мой взгляд, будут очень кстати здесь для команды Флэш Вулс, потому что если они смогут засноуболить ЭКО, если ЭКО получит хотя бы один-два килла, то Гангпанку будет очень сложно держаться на этом топ-лейне, и вынуждены будут ЭКО с этим что-то делать, то есть проводить свапы, как-то направлять, какие-то силы прикладывать к топ-лейну, то есть стягивать туда свои ресурсы, что может развязать руки на других линиях команды Флэш Вулс, а это то, что им нужно на самом деле. И к тому же очень неплохо может с этим помогать Мэйпл, так как если игрок стеряет свой флэш, то потом ультимейт Али он никак преодолеть уже не может стенку ту самую. Да, это проблема. Ну вот здесь важно, наверное, опять же, подгадать момент, когда Грагас будет находиться на бот-лейне в нижней части карты, потому что Эш с Браумом, сейчас сила связки Эш-Браум, то, что мы наблюдаем, они постоянно пушат, то есть Севир и Алистар не лезут в трейды, они дают возможность себя запушить постоянно. Эш и Браум очень сильно напрягают эту связку, при этом Грагас, он уже заходил один раз на бот-лейне, он может продолжить попытаться за чейн-гангой, так как у Аши нет флэша. Сделать на флэш, Эш-Ноу-флэш, ганг плес. И в таком случае, как раз-таки, могут свой фокус флэш-вулс, наоборот, сместить на топ-лей. для флэш-флэш-вулс здесь обязательно надо что-то делать с ганг-планком, и раз Эка брался в таком матчапе, тем более через фейервор, через тройственный союз, ему надо получить вот то самое необходимое золото, чтобы он получил тройственный союз, может быть, раньше, может быть, одновременно с ганг-планком, чтобы в дальнейшем уже один на один его продавливать. Ну а как раз-таки HQ должны наоборот, либо сохранять такое спокойствие, чтобы не позволять делать тот самый акцент флэш-вулсом, ждать ошибок карса очередных, либо же играть уже через бот, не позволять HS-браумом доминировать над Север или Старом. Потому что в ситуации 2 на 2 Эш-браум намного сильнее выглядит, но когда-то уже 3 на 3, 4 на 4 как раз-таки Север или Стар уже могут засиять. Да, потому что у обоих этих чемпионов есть как раз-таки скиллы, которые слишком сильно влияют на командное сражение. У Севера естественно это ульта, а у Али Стар его веко-комбо. Ульта достаточно много ОЕ урона и Али Стар имеет неплохой дайв-потенциал. То есть тот момент, когда ты задавливаешь под линию Кос-1, ганг-планка, Крагас и вот эта связка это все очень-очень сильно. Плюс, когда есть Али Стар, то Аша и Талия должны будут всегда очень сильно следить за своей позицией, потому что чуть что, они выходят на подшаг вперед, на шаг вперед чуть дальше, чем им дозволено, скажем так, Али Стар, если он вовремя реагирует, тут же летку флэш, выкидывает вэшкой и Талия и Аша моментально умирают, потому что урона в цель у команды HQ очень много. Ник только что расписал просто весь план, весь план действий, поэтому HQ просто должны его реализовать. Если этого не произойдет, можешь зафлеймить. Зафлеймить HQ. Ну что ж, пока что все еще у нас паузочка. Надеюсь, что она не перетечет в пятиминутную паузу, но по-моему все к этому идет. пальцы тыкают в экран и значит у нас пауза. Ну что ж, дорогие господа, после паузы мы увидим пятиминутный таймер. Да, это пятиминутный таймер, так что мы уходим на небольшую паузу, никуда не переключайтесь. по-моему, на следующем Продолжение следует... 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 Ну а мы наконец-таки возвращаемся. Противостояние Flash Wolves и HQ, Esports, Best of 5, счет 2-0 пока что в пользу HQ, тем не менее третья игра уже вовсю у нас на ходу, и вроде как HQ слегка лидирует, получив ранний First Blood на леснике команды Flash Wolves в Карсе, но еще ничего не решено, естественно, в этой игре может произойти все что угодно. Слишком рано, да, там всего лишь седьмые уровни у нас на карте, поэтому все еще может произойти все что угодно, и Flash Wolves обязательно должны как-то навязать драку HQ, потому что многие ставят фаворитами именно Flash Wolves в этом противостоянии, но пока что им не так сильно везет. Ни один из кастеров, аналитиков в Тайване, да и даже мы с Игорем, не ожидали, что Flash Wolves могут 3-0 отъехать от HQ, мы ожидали вообще полной BO5 серии, причем с 3-2 в пользу Flash Wolves, но тут происходит совершенно не то, о чем мы думали, и пока что именно по драфту, мне кажется, что потенциал у HQ выиграть эту карту намного выше, чем у Flash Wolves. Как раз единственное, за счет чего Flash Wolves могут реально хорошо в этой карте себя проявить и выиграть, это если они выиграют этот самый early, ранний мидгейм. Ранняя агрессия обязательно нужна, ни в коем случае нельзя затягивать эту игру, потому что потом у них могут быть проблемы, сейчас надо разгоняться уже. Мейплу надо побольше пытаться роумить, над Касадином он и так уже задоминировал, в том плане, что у Касадина очень мало фарма и ничего на этой линии по сути не меняется, даже с учетом того ассиста, который они заработали. По-моему, это повтор, по-моему, уже видели этот момент, но нет, все-таки не повтор, Карса не стал влетать в Грагас и пытаться по нему играть. Карса кричал, мама, я не хочу так умирать. Да, ой-ой-ой, Сворд Дарта подставился сильно, по нему разыгрывают HQ, почти добивают Браума, стрела все еще есть у НЛа, Сворд Дарта достаточно сильно просел, хотя... Какой-то неприятный размен получился, потому что вообще не представляю, как могла сложиться такая ситуация, в которой HQ на боте так сильно просадили вообще с Ворд Дартом. Ну вот, кстати, то, о чем я говорил, сейчас будет Тауэр Дайв, скорее всего, против Зива, подводят миньонов, но Зив читает ситуацию очень грамотно, отходит под Т2 вышку. Ну, снова, вот почему Зив МВП этого сезона, он все читает, все понимает и... Ну, там, как читаю, там три варда стоит на пути, по которому передвигался Мэйпл вместе с Карсой, поэтому Зив вовремя отошел. Другое дело то, что из него даже Флэш не выбили, здесь мог бы пытаться Мэйпл использовать свой ульт, чтобы выбить Флэш, а в следующий раз его бы убили уже. Да, но не стали разыгрывать это, ребята. Снова, кстати, двигается Талия на топ, и опять же, там все еще стоит вард, о котором даже не догадывается команда Флэш Вулфс, потому что этот вард стоит очень далеко от пинка, и не ожидали, наверное, такого варда Флэш Вулфс, и, естественно, HQ, с учетом того, как они сейчас действуют, они могут сейчас законтрить весь экшен, который хотят здесь организовать Флэш Вулфс. Всегда уже сдвинулся маунтый. Да, опасный дайв, Зива пытается убить, у него нет ультимейта, разыгрывают дальше, ММД уже отдал свой ульт, Карса встревает, Флэш использует, тут же подходит КС-1, Карса получает тонну урона, и падает второе убийство в пользу HQ. А вот тебе и та самая наглость. А, кстати, трейд на боте-то был такой по той причине, что Зив потратил свою ульту, да, и поэтому... Он уже потом ультанул, то есть он ульту прожал после того ужасного размена для Свордарта, то есть вот ульта была прожата буквально там, нам не показали того момента, когда была прожата ульта. Да, мне просто казалось, здесь дайвить очень опасно было по той причине, что УКП там может с ультом натворить дело, но в итоге за счет реактивного телепорта от Весдора получается еще одно убийство в пользу команды HQ. И за счет того, что Мэйпл постоянно пытается куда-то сдвигаться, Весдор продолжает выфармливать. Угу. Гангпланк сдал, кстати, ультимейт, по-моему, даже на свою линию, в тот момент, когда его пытались первый раз дайвануть, и он убегал под Т2, он сдал ульту для того, чтобы убить миньонов под свои Т1. А, да, кстати, может быть тоже. Хорошее решение от Зива. В итоге ситуация не меняется, на Гангпланка ответа нет, сколько бы здесь не предпринимали усилий, пока что флэш-волвс. Да, Гангпланк 2 асиста, плюс голда с дополнительной скрипчиков, и при отставании в 10-15 CS-ов он имеет на 200 золота больше, чем эко. Fair enough. У него, к тому же, 2 асиста есть, так что ничего страшного. Да, причем один из асистов с ФБ, то есть там 100 золота было. Ну, а как раз эти 200 золота с асистов он и полутал. Карса идет на топ. Хороший момент. Мэйпл продолжает, то есть они с Карсой полностью обвардили вражеский лес сейчас, и не собираются Зиву так просто отпускать. О, флэша-то нету, Зива его практически забирают, здесь даже не понадобится Мэйпл. Наконец-таки забирают килл на Гангпланке, и сейчас получат ферстблат на таверке команды флэш-волвс. Вот это было то, что нужно сейчас флэш-волвсам. В тот момент, когда Маунтин сдвинулся. Ай-яй-яй, Маунтин может погибнуть, Мэйпл. Маны, правда, у него нет флэша, доигрывает, Маунтин отвечает флэшом, но автоатака Мэйпл долетает на Маунтина. Прекрасно разыгранный момент Мэйпл. А вот это уже неприятнее для HQ, потому что вышка упала, и они по золоту выходят вперед, и очередная пауза. Пожалуйста, так. А то я такой, нет. Очередная пауза от, не знаю точно, какой команды, но там уже мы видели, что на таймере было всего 17 или 18. Мне кажется, до этого паузы ставили флэш-волвс, теперь HQ ставят. Да. Зрители в залу, ура! Ура! Мне кажется, для зрителей в зале пауза еще более... Мне просто кажется, нашему чатику очень нравятся ролики, которые показывают на LMS, поэтому... Хотите ли посмотреть очередную порцию роликов? Да, там такие прям сочные рекламы показываются, поэтому... Иногда интересненько глянуть, что там за видео у LMS. Ну, тем не менее, хотелось бы, конечно, отметить то, что флэш-волвс очнулись, начали наконец-таки действовать. Насколько хватит давления, которого оказывает сейчас флэш-волвс, пока что непонятно. На самом деле, эти паузы, если это будет полная best-of-5, и сейчас флэш-волвс камбэкаются, забирают эту карту на следующую, то... Где-то я такое видел. Да-да-да. И такое количество пауз, конечно, будет очень утомляюще. Ничего страшного, к пяти часам закончим. Для игроков, конечно, это намного сложнее, потому что паузы очень сильно сбивают с темпы игры, особенно для команды, которая захватывает преимущество, так как у них вот это реактивное передвижение по карте, колы, которые они собираются предпринимать, немножко теряются. Да, это верно, и это немножко даже деморализует, наверное, команду, которая именно ожидает, просто сидит в ожидании, без возможности поговорить, обсудить, и команда, которая как раз-таки инициирует паузу, они, наверное, даже в некотором плюсе находятся. Плохие люди. Да. Но проигроки на то и проигроки. Выносливые, сильные. Что-то много говорят. Может, у них разрешено говорить? Прямо кричит. Да. Прямо, знаешь, эмоционально. Дайв, топ, ещё раз, ганг! Пуш! Э, очки такие, no problem. Ну, кажется, грязь ковнать. Может, это знак? Я руки помыл, вообще-то? Да, вроде, нормально, хотя... Да, на самом деле, третья игра, учитывая паузу, выглядит ещё более сложнее, чем предыдущие две. Мне кажется, что она длится дольше, чем предыдущие две. Вообще, практически в каждой игре флэшвул захватывали преимущество к этой минуте и что-то для себя получали. Но потом они раз за разом его теряли, теряли и теряли. Поэтому сейчас очень важно для них именно уже продолжать наращивать его. С учётом того, что у них эш есть, надо отпустить эш с линии и уже начинать работать вместе с ней, отправлять MMD одного на боковую линию, чтобы тот напрягал ганг-планка. С учётом того, что он сейчас получил для себя, это вполне реально. Да, если продолжится вот этот некоторый... Сложно его назвать, конечно, сноуболом, но если продолжится давление на ганг-планка, которое было создано сейчас, вот как раз в этот момент, то есть вышка будет потеряна, сможет эко далеко заходить. Вообще, будет создана ситуация лонг-лейна на топе, и ганг-планк, если он будет заходить слишком далеко, чтобы поформить, продвинуть линию к Т1 флэшвул, то он всегда будет рисковать получить себе ганг от Рексай Италии. Вообще, голда, которую получили с первой вышки для себя флэшвул, это серьёзный бонус, и он, конечно, отразится на всей карте в целом. Ну, в первую очередь для MMD. Вообще, обычно, когда отдают вышку, чтобы не получить дополнительного содействия, не делить золото, отдаётся оно целиком и полностью, либо ADC, либо TOP. Да, и 650, если не ошибаюсь, золото, можно максимум получить за башню, имея фирсблат на ней. А это немало. Да. И возвращаемся мы в игру. Возвращаемся в игру, 13-й мит на таймере, всего-то ничего прошло на самом деле, хотя кажется, что мы уже целую вечность наблюдаем за этим матчем. Unlucky паузы. Полторы тысячи золотых преимуществ в пользу флэшволлс. Интересно, сколько сейчас золота у Эка, потому что нам показывали количество золота до уничтожения первой вышки, у него было что-то в районе, не помню точную сумму, но он чуть-чуть отставал от Гангпланка, буквально на 200 золота. На 200 золота у него было меньше, да, сейчас, по идее, у него должно быть всё-таки побольше. Он и по фарму начинает лидировать уже прилично так, и в дополнение у него есть печатка, печать, как раз-таки, которая стаки будет набирать, плюс у него эликсир всё-таки подороже, поэтому... Ну, по маунтану хотят сыграть, но не с Мэйплом, начинают стараться доминировать. Ой, хорошо, здесь по маунтана пробивают. Флэшволлс, Вездор, отступает с помощью своей ульты. У Вездора пока что не так много урона. Во второй предмет он, по-моему, идёт сразу же в Грозу Личей, что ли? Возможно, кстати, да, Манокристалл, похоже на то, что это будет Шин, так как Жазловиков у него уже имеется. Не, может быть и Капелька, и в дальнейшем Фсераф, просто такая атомизация ещё дольше скейлится. Да, поздняя Капелька, да, очень. Мне кажется, всё-таки Гроза Личей, потому что Капли на 15-й минуте он, ну, долго её очень будет стакать прямо. Ну, во-первых, долго стакать будет, сам по себе Сераф Эмбрейс это очень дорогой предмет, и его не так просто собрать будет, если он в него пойдёт. А вот Гроза Личей в дальнейшем в Жоню выглядит как раз то, что надо сейчас для Ючки. Причём он, кстати, может взять даже Шин Сияния, а потом пойти сразу в Жоню. Вот, целый такой набор вариативной поэтомизации получается. Каждый синий баф ему достаётся, вышку защитить он сможет. Слишком много сейчас тотемов в верхней части карты находится у Флэш Вулфс, и там, по сути, жизни никакой не дадут. Маунтейн не может спокойно передвигаться по лесу, его в очередной раз ловят, и только-только он потратил всё здоровье, как снова ему придётся возвращаться на базу. Бланк сдал ультимейт на топ-лейне, чтобы эту волну сломать быстренько. Очень боялся ГП, что его могут задавить под Т2-вышкой, поэтому решил перестраховаться. Кстати, я вспомнил, помнишь времена топ-лейнового КС-1? Он же был, по-моему, такой полутанковый, с перчаткой, что-то вроде того, да? О, он не настолько... О, на бот-лейне там что происходит? АН может погибнуть, вокруг комбо идёт от Албиса по Мейплу. Из-за ультимейта от Али не могут подойти здесь, но выкидывают Албиса. Практически умирает от Алистар, под станом он находится, его продолжают бить. Здесь очень много урона проходит по Албису, его забирают. Третье убийство в пользу Флэш Вулфс. А вот тебе и потраченный ульт ГП на отпуш, за счёт чего Флэш Вулфс моментально сейчас передвигается в нижнюю часть карты и наказывают уже на этот раз Альбиса вместе с Айеном. Вышку здесь также придётся, наверное, отдавать. Да, Грагас подходит. Непонятно, сможет ли он как-то помешать, так как Весдор всё ещё находится на мидлейне и не планирует приходить на бот пока что. У вышки чем мало ХП. Остаётся, могут, да, её как-то попытаться дожать. Флэш Вулфс. Если игра Грагас не подойдёт снова на бот-лейн, то, скорее всего, она упадёт. Весдор просто, если придёт к своей команде и там ничего не получится сделать, он, во-первых, потеряет время, свой скейл потенциал также у него скейлится, он просто будет дольше в нужную стадию игры. По этой причине придётся чем-то лучше пожертвовать. Да. Вот, кстати, вспоминая КС-1, старого, будет ли вариант брать топ-лейнового КС-1 через Trinity Force? Ну, лучше нет. Совсем нет. Во-первых, потому что Тройственный Суис надо получать, ну, собирать первым предметом, во-вторых, у него просто не будет маны. Чем перчатка хороша, перчатка и маны много достаточно даёт, и то самое утилити, которое помогает КС-1 быть полезным, будучи затанкованным. Но сейчас, мне кажется, этот персонаж вообще абсолютно не будет вайбл в такой итемизации. Да, возможно, плюс он такой прокастер, хотя вот мне кажется, что, будь я топ-лейнером, я бы обязательно попробовал КС-1 через Trinity Force, потому что, возможно, у него есть потенциал. Только не в ранкедах, пожалуйста. Пожалуйста, не в ранкедах. Прокнется тебе такой КС-1, там, 0-8. С другой стороны, такой КС-1 может вполне доминировать карту. Ну что ж, тем не менее, Trinity Force КС-1ов у нас пока что нет. А можно взять просто Гнар или Гангпланк какого-нибудь, или того же Эко, и быть намного полезнее. Да, кстати. Особенно Гангпланка. Хотя этот Гангпланк пока что не такой прям суперполезный. Али, есть ульту, а Эна... О, инициация пошла по Сворд-Арту! О, как быстро разбивает Браму, он успевает кинуть Unbreakable. Тут же Glacial Fisher хорошо сыграл Сворд-Арт, прям очень, но стрела от Энелла пошла. Явно не туда. Албис может умереть, но Карса здесь нельзя играть активно так! Ой-ой-ой, Карса хорошо сыграл, но Маунтен мог его выбросить с помощью ультимейта. Не знаю, почему побоялся здесь. Айен может умереть. Мейпл, Грагас, Маунтен выбивает Карсу, выкидывает его, и удалось ему его забрать. Если бы это на 15 секунд пораньше произошло, то, возможно, даже не погиб бы Эйен. И вот Вездор подходит, но это уже явно слишком поздно. Очередную пачку убийств сейчас Flash Wolf для себя оформляет, и еще сильнее вырываются вперед. Зив, конечно, пока не имеет права приходить к своей команде, да и телепорта у него не было. Да, интересно, почему Маунтен не стал сдавать бочку сразу же, когда Карса флешнулся. Сейчас мы увидим в повторе всю эту ситуацию. Бочка у него была, все-таки по Свордарту он решил не играть. Ну, там есть такая вещь, что в момент, когда он щит активирует, ты же не можешь через него перекинуть бочку. Да, я вот про другой момент. Смотри сейчас, когда вовлетит Карса, у Маунтена есть бочка. Почему он ее не использует? Чтобы спасти Албиса. Здесь скорее Албис виноват с тем, что он сразу не использовал свой уль. Тут тоже Маунтен мог прикрыть как-то, но в итоге... В итоге он зарабатывает убийство, хоть что-то. Да. В итоге он бочку это все-таки реализовал, даже учитывая то, что он ее очень долго держал при себе. Он все-таки сделал килл и более-менее разменялся для своей команды. Ну, там просто овер-агрессия была. Вот, флеш-вуз прям неприличная такая. Сейчас Карс мстит за все, даже с учетом того, что у него 2-3-1. У него 11-й уровень, есть титаническая гидра. Его просто тот же КС-1 не пробивает в данный момент. Да, ну, кстати, КС-1, мне кажется, ему будет весьма нелегко делать свои врывы, потому что Толье не тот чемпион, который подпускает к себе близко. И даже если КС-1 врывается на Толью, и Толье тут же дает свой раскаст, и КС-1 может вообще не уйти оттуда даже. В другом случае, если подбрасывания Толеи нет, то КС-1 достаточно мобильный, чтобы большинство прокасты этого чемпиона просто задоджить. Вот как сейчас. Да. Ну, Мэйпл особо не обламывается, продолжает просто накидывать свои кушки. Ну, и Мэйпл сейчас хорошая айтемизация, если у него есть... Эбисл. Как раз-таки Эбисл, который в этом матчапе очень многое решает. Если бы у Вездора он был бы, то, конечно, ему было бы попроще. Угу. Еще я бы отметил, что у Мэйпла получается 40 пробивания магического, и по тому же адекерри это, считай, true урон. То есть у Мэйпла демиджей сейчас просто неистовое количество. Ну, вот даже по КС-1. У КС-1 42 Мреза, а у Толеи там Мрез красные, ой, Мрез, Мпен красные, плюс два предмета на Макпен. Там даже оверкап получается. Мэйпл, к тому же, уже давно на базу не возвращался, у него там немало предметов может появиться. Сейчас еще и вышка падает, за счет чего ему еще подсыпало глобал голды. Да и по фарму он держится, конечно, очень хорошо. Хотя НЛ, конечно, доминирует вообще. У него 220 практически. На 22-й. Да, хороший результат показывает НЛ именно с точки зрения фарма. Забирает очередного Дрейка. Хотя, по-моему, это Дрейк первый в матче. Дракон-драконы вообще, как мы видим на Элла Месси, они не забираются до того момента, пока не начнут падать вышки. То есть, если ты вышки не можешь забрать, то и драконов ты не забираешь. Да, приоритет именно на башне идет всегда. Золото, золото, золото. 4 тысячи голды преимущества у Flash Wolves. Очень неплохо для Flash Wolves. На 22-й минуте у них есть все шансы для того, чтобы эту игру дальше продолжать доминировать. Вопрос только в том, смогут ли они подойти, подступиться к вышкам второго уровня у HQ. Есть очень хороший вейвклир за счет Севирки, за счет Грагаса, по сути, тоже. Но при этом, если Flash Wolves очень сильно надавят, у них есть тот же Браун для того, чтобы как-то остановить, ну, точнее, заблочить вот этот вейвклир, который имеет HQ. Сейчас намного сложнее будет сдерживать, потому что Flash Wolves за счет Толии могут просто грыгаться и начинать осаждать уже оппонента. По Маунтину играют. Подкидывание будет. Второе. Ой-ой-ой. Маунтин в опасности. Его могут забрать. Он не может катануть. Будет Слэм. О-о-о-о. Рано ушел Карса немножко, но тем не менее возвращается. Будет Слэм кастанул Маунтин. Продолжает двигаться. Играют здесь. Убили Грагаса. Убили Касадина. Flash Wolves еще и кастует ульту. Мейпл. Зив с А.Н. оказываются абсолютно отрезанными от цивилизации. В конечном итоге команда Flash Wolves, получив два убийства, разбегается. ММД забирает вышку Т2 на топ-лей, не зная, что у Ганг Фланга уже нет ультимейта. По сути, ММД здесь развязаны руки у него. Весдор, кстати, на месте стоял, когда на нем не было контроля. А, не-не-не, он стрелу Аташи поймал. Мне казалось, у него на нем контроля не было. Может быть, эталон лагал. О-о-о. Как же? О, ММД! ММД! И-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Забрал вышку. Вышку забрал, но пожадничал. Он отдает сейчас убийство для Гангпланка. При этом Гангпланк сможет подфармить. Очень приятно. Но, конечно, количество вышек, которое Flash Wolves сейчас забирает, оно увеличивается просто с момента на топе очень быстро. Да, 5-0 по башням. Это очень круто для Flash Wolves. Они могут очень хорошо контролировать карту. То есть граница... Граница карты, как раз-таки, владений Flash Wolves автоматически смещается. И сейчас очень агрессивно играют HQ, они могут за это поплатиться. Mountain выкидывает Альбис с помощью Хэтбата. Да, Карса, а 1х2 здесь вообще их можно... Да, разбивают, и вот тенническая гидра делает очень много. С флеша, вот игра по НЛу пошла, пытаются его забрать. Даже Хэтбат здесь не понадобился от Альбиса. Вот он, флешку от Алистара, который убил Ашу. Ничего не успели сделать, здесь Flash Wolves абсолютно. Ихку продолжают давить, сейчас Карса может умереть. Какой-то аурдай здесь с бочек. Минус Карса, HQ разбивают. Что HQ творят вообще? Как они... Они, не забрав ни одной вышки, просто заходят во вражеский лес пятером. Паровозник. Чу-чу. Чу-чу. И забирают на себя 3 убийства, так и не забрав ни одной вышки. Вышку они не могут сейчас забирать, потому что если они здесь останутся, и мало ли здесь после стрелы Аши и прокаста Мейпла умрет, то это будет означать для HQ потеря на Шора. По убийствам они сейчас сравниваются, но все еще по глобальным объектам они проигрывают. Хотя важно то, что Зив получает сейчас 3 убийства за все это действие и 1 ассист. Вот, кстати, у Энелла, у него не было флеша, или он его просто не успел использовать, потому что его прям там уничтожили, там флешку от Алистара, дальше пошла ульта от Гангпланка, и мне кажется... У Энелла был в тот момент флеш, он бежал к стенке, он пытался именно... А, через стену отфлешится. Через стену отфлешится, потому что если бы он флешился вперед, то туда подходил уже в эсдор, здесь. Увидим как раз момент. Потому что очень-очень хорошо регрупнулись HQ, ну вот, конечно, подбрасывание с флеша очень хорошо зашло. Ну здесь, по сути, у него не было возможности, даже если бы он прожал флеш, он бы никак бы не выжил. Ну и Карса в итоге под вышкой тоже умирает. Ну вот просто про каст полетел, эксплозив каст не пожалел. Вообще, по сути, это очень такая грубая ошибка от всего стана Flash Wolves, по той причине, что ММД до этого умер, и никак своей команде он помочь не мог. И стоило подождать несколько секунд, отдать вот этот баф, может быть, позволить расставить тотемы, но Flash Wolves решили поиграть в агрессию, за которую были наказаны достаточно серьезно. по моему мнению. Они дают то самое время для HQ, которое сейчас им необходимо, после того, что Flash Wolves провели этот поздний early game так хорошо. Тем временем по ММД играют HQ, уже без экзоста остался Альбис. Часть здоровья ММД потерял, сюда Flash Wolves уже подтягиваются, но Аэн с Альбисом дальше не пошли. Да мне кажется, что Flash Wolves вообще не нужно коммититься в драки, тем более такие рандомные, как это произошло на реке. Им нужно пушить, им нужно давить и сохранять вот этот прэшер, который они делали. То есть давление по всем фронтам, это то, что им нужно. Сейчас Gangplank 3-1-3 уже имеет два слота, дальше пойдет в Hexdrinker, и Maple'у убить этого Gangplank'а будет сложнее, да и как ММД в принципе, с каждой минутой все сложнее и сложнее. Сейчас, кстати, ГП действительно с этими предметами, которые у него есть, он выглядит даже посильнее, чем Эко, и мне кажется, Эко с ним не особо сможет совладать. Уже да, хотя у Эко есть броня Мертвеца, которая обеспечивает дополнительным армором. Ну, как мы знаем, против бочек это не особо помогает. Да, больше пороха. Ну, тем более, как сейчас ГП собирают, если там в дальнейшем будет Малмортиус, будет Драктар, все эти предметы наряду с Йому дают еще и дополнительное пробивание. По этой причине, конечно же, Эко будет намного сложнее, и, конечно же, броня Мертвеца никак не повлияет. Да. Не хватает в Лиге Легенд чемпиона, который в качестве своего оружия использовал бы Лом, тогда можно было бы там говорить, против Лома нет ли Йома. Какой-нибудь, знаешь, не контрящий сетоппер был бы. Автомеханик Коля. Можно, чтобы не совсем по-русски, там, Колей какой-нибудь. Да. Он бы говорил какие-нибудь прикольные, аутентичные фразы. Ну что ж, HQ играют достаточно аккуратно, это, в принципе, то, что от них требуется сейчас. По айтемизации у Талии все прекрасно, есть три полных предмета. Весдор пока что не закупает Магрес вообще, он выходит Джонни Саурглаз, Монтин дает неудачный ультимейт, его тут же ловят, по нему разыгрывают, отличный канон бараж от Ганг Планка, хорошо от зоны у всех флэш-вулсов, здесь ультимейт отдает ММД, начинают отступать флэш-вулс, они обращены в бегство, плохие дела, HQ могут насадить здесь очень хорошо, кидает свои бочки, Мэйпл в опасности, но разворачивается флэш-вулс, играют по Весдору, может умереть КС-1, отличный эваку комбо от Алистара, по троим игрокам, могут развернуть полностью файты HQ, подает Алистар, но умирают уже Браво вместе с Рекса и Ганг Планка, удалось убить, Монтин тоже, возможно, уйдет в минус, но есть Весдор, который может хорошо прокастоваться, а вместе с АНом они все еще живы, понимают прекрасную ситуацию флэш-вулс, и в итоге не погибает ни Мэйпл, ни ММД, они имеют преимущество и могут попытаться что-нибудь запушить, размен 3 в 3. Невероятная драка 3 в 3, и бочку, ну комбо точнее, которую выдал Зейфа, она по сути смогла для HQ слегка развернуть всю ситуацию, да и к тому же в ультименте Ганг Планка слишком долго флэш-вулс простояли, после чего они были так просажены, и за счет вот этих постоянных подкиндываний Альбиса в несколько целей Весдор смог раздавать свой урон, по идее он должен был умирать от Карса, но у него осталось там порядка 10, наверное, ХП, которые его и спасли. Маунтин, конечно, первоначально влетел очень неудачно, но и стоит отметить, что Эннел промазал свой стрелок. Да, хотя этой стрелой, по идее, он должен был попадать, потому что там все игроки стояли в кусте у HQ, ну и тут и Мэйпл надо отдать должен, он очень хорошо там прокастовывается, тут Альбис очень долго выбирал позицию, нет, он флэшку дал, очень красиво сыгран Альбисом, это по сути дало тот крауд-контроль, который выиграл время для HQ, если бы здесь Маунтин не погиб, то это бы... Мне кажется, ему стоило еще подальше отойти, и подбейтить, чтобы КС-1 смог бы влететь, тогда бы они бы забрали бы 100% ММД еще, но, скорее всего, там бы уже зависело от того, как сыграл Мэйпл. Да, потому что Мэйпл, мы видели, как он попадает с МВ, он может очень сильно перевернуть файт, НЛ попадает на этот раз стрелой, по Маунтину пошел урон, Глэйшел Фишер, Сворд Арта, Маунтин практически упал, пытается выжить, но не тут-то было, в аллее, и Карса добивает Грагаса, в итоге ММД еще дает свой ультимейт, Весдор, ММД оверэкстендит немного, ух, как Мэйпл перекидывает ММД через стену, ну и в итоге один в ноль, к тому же Карса еще смог, на этот раз уже забрать дракона у своего оппонента, и его не пересмайли. Да, Зив кидает бочки, пока ему не дают возможности взорвать игроков Флэш Вулфс, и вышка Т2 падает. Ну, конечно, в дальнейшем подставляться уже точно не стоит, последняя внешняя вышка падает у ХК, 6000 преимущества есть у Флэш Вулфс, но не стоит забывать, какие персонажи именно сейчас у ХК, у Касадина скоро появится Жоня, в дальнейшем надо обязательно, конечно, брать Эбисал, потому что его пробивают очень больно. Либо другой какой-нибудь деф-предмет на Магрес, хотя кроме Эбисала, наверное, ну, чтобы получить урон дополнительный, все-таки вариантов нет, хотя всегда можно купить какую-нибудь Баншу или ГА. Ну, здесь лучше, чем, лучше варианта, чем Эбисал, точно нет, потому что у него и так уже есть Жесл Веков, который дает неплохой утиль Те, Жоня, то есть почему бы, почему бы не взять тот самый Эбисал. Правда, у Мейплот также появится уже к тому моменту, скорее всего, какой-нибудь Войт Став, и тогда проблемки начнут. Вот, мне, кстати, кажется, что не Эбисал нужен Весдору, а Войт Став как раз-таки сейчас, потому что, если мы посмотрим на вообще ситуацию на карте, во-первых, у Флэшуллс появляются Магрес-предметы, ну, потихонечку, да, капюшон у Карсы, ММД пока что закупает рундуй, но у него есть ГА, который дает ему Магрес, у Аши есть Мауф Мамортиус, и Весдор это единственный источник магического урона на карте, и его должно быть много. Пригодился. Естественно, здесь очень нужны два предмета, какой он в приоритет выберет, это уже его дело. С учетом того, что он не отдавал как-то предпочтение первоначально магическому сопротивлению, поэтому вполне может быть, что он и Войт Став будет в дальнейшем собирать. Посмотрим, опять же, пока еще непонятно. Начинает уже Флэш-Вуллс скрутиться вокруг Нашора, все вышки они позабирали. ММД находится на сплит-пуше, у него нет телепорта, поэтому надо самим будет за Флэш-Вуллсом. Ганг-планк, ультимейт свой кидает, Мэйпла забирают, вау, как реактивно подействовали здесь HQ, в ту веку комбо от Альбиса, четко по НЛу, ЛШ старается откатить, но урона слишком много будет, и HQ ничего не спасает, никакие Малмортиусы, ничто вообще. HQ забирают эти два килла и заберут барона на Шора тоже в свою пользу, очень плохие дела для команды Флэш-Вуллс, так ошибаться было нельзя. Не знаю, тот, кто дал этот кол, он был MVP, потому что для них была эта слепая зона, они не знали, что там находится именно Мэйпл, они могли это предполагать. Сейчас должен упасть, Карса пытается, Сильон стилит, барона тут же выфлэшивается, возможно это шанс команды Флэш-Вуллс еще удержаться в этой игре, Воздор забирает эту Рикса, и Свордат пытается уйти, ММД нужно просто сейвить на Шор баф, нужно отступать. Карса отыгрывается за то, что он сделал до этого, за те ошибки, которые он допустил до этого, и сейчас спасает свою команду от того, чтобы HQ забирали одну вышку за другой, и вот как раз таки вырывались вперед по золоту. В итоге Райенс по золоту сохраняется 5000 в пользу Флэш-Вуллс, и к тому же есть баф на Шора, жаль, только у одного лишь ММД. Но если он будет находиться на сплитпуше, почему бы и нет, это большой плюс ему даст. Да, мне кажется, как раз ММД это тот игрок, ну, та линия, которая сейчас самая важная. Карса, конечно, на туннеле прям. Я представляю, как он спамил прям кнопку Д. На самом деле здесь достаточно плохо сыграл именно Альбис, у него была возможность выкинуть его, тем более был вижен на то, где находится Карса. То есть ему первоначально надо было подойти к той точке, откуда Карса может сделать свой прыжок. Потому что он никак не обманывал, он летел просто в лоб изо всех сил, и у него удалось сделать это. Да, команда Flash Wolves пытается теперь создать давление, у них все еще есть преимущество по золоту, если они дальше не будут проигрывать драк, и подобных ошибок допускать не будут, то они могут вполне сломать очень многое. Хороший ультимейт от Алии сейчас отзонивают сильных игроков и HQ, это, возможно, Т3 вышка. HQ с этим ничего не могут поделать, хотя Гангплант находится на сплитпуше, ломает Т1 на боте, но при этом все равно Flash Wolves не стали пытаться разбивать Т3 на топ-лейне, Грагас был во фланге, ну и, честно говоря, при том, что у Flash Wolves был хотя бы один, но барон баф, ну, хотя бы один игрок, но с барон бафом, потеря при этом своей Т1 вышки это совсем не то, чего хотели бы здесь Flash Wolves. Ого, ММД играет по Зиву, получится ли? Нет? Не догонит, просто не догонит. Ай, стрела, опять мимо. Хотя, HQ бежали четко в проход, и мне кажется, что... Перехвалили, не может все работать всегда идеально. А вот, кстати, здесь, скорее всего, умрет. Ну, тут уже ошибка Севир, в итоге Севир погибает, Flash Wolves еще дальше. Что, и Маунт может стрелять? Ну, это совсем не то. Ого, хороший флэш, но не знаю, спасет ли он его вообще. Подкидывание, куча контроля и до свидания, Маунты. ММД еще дальше пытается прессовать. ММД озверел. Да, он кричит. 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 Убить, повесить. Всех не насануть. Варвары, варвары. Ого. Кстати, от старшего дракона они заберут достаточно легко, потому что урона у них много, а помешать с этим им никак никто не сможет. Аэн побежал не в ту позицию, наверное, он не ожидал, что здесь находится ММД, который до этого очень долго и упорно преследовал Ганпланка. И так все сложилось, что HQ были наказаны, так как они пытались забрать вышку Т1 лишь вдвоем. Да, и пока что все выглядит так, что команда Flash Wolves все-таки сможет забрать карту в свои руки, потому что два горных дракона было. Я бы не торопился. Ну ладно. Учитывая то, как проходит это БУ-5, то произойти можно... Мне просто нравится, как это все работает. В прошлой игре, допустим, NL очень круто попадал своими стрелами, за счет чего Flash Wolves постоянно захватывали преимущество для себя. Они кого-то упивали, они забирали объекты, все хорошо было, но потом вот нелепый вот этот нашор, которого застелили HQ и сразу в момент засноуболились. Здесь же все наоборот. NL не попадает стрелами, но Карса застелил сперва дракона, потом застелил на шора и Flash Wolves сейчас чувствует себя очень хорошо. Да. И с Элдором, кстати, учитывая два горных дракона, мне кажется, вышки будут падать просто на мгновение ока. Да, по сути, у них сейчас три стак. В стане был Вездор. По вышке нужно играть дальше. Ульта от Мейпла, наверное, немножко не вовремя все-таки. Не успеют они башню забрать, но выбивают ультимейт из Гангпланка. Свардарт половину здоровья здесь потерял, а тем временем ММД спокойно забрал вышечку. Будучи стройственным союзом и с тремя вот этими пафами дракона... Я бы предложил обратить взор на бот-лейн, где идет огромная пачка крипов в сторону Эйч Кью вышки. И если сейчас Flash Wolves продолжит создавать этот прэшер постоянно, то есть давить, 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 то они просто рано или поздно дождутся, пока огромная пачка миньонов дойдет до Т3 вышки на бот-лейне, и просто-напросто заставит игроков Эйч Кью расплититься. Покупает сейчас ММД кусок Джони, возвращается со своего ультимейта снова на линию, но это означает то, что во время драки то у него ульты не будет, если драка будет вскоре. Да, ну вот что происходит, огромная волна миньонов. Здесь бочка, надо разбивать ее. Ах, не успевает, тем не менее, крипы не умирают от этой бочки. Ну, теперь умирает. В итоге Ганпланк тут просто такую кассу срубает. фармила такой жесткий. Срубил кассу и там даже получил 500 своих дублонов в сумме, ну, в итоге, которые он сейчас потратит для того, чтобы усилить свой ультимейт. Кстати, какое усиление он, интересно, купит? По-моему, никак не посмотреть, да? По-моему, никак вообще. Жалко. Насколько я знаю, берут сначала Fire at Will, это баф, который ускоряет, точнее, как правильно сказать, учащает, наверное, как раз-таки выстрелы с корабля Ганпланка. Потом берут огромное ядро, которое стреляет на центр. Да, обязательно. Да, и замедление дает на 60%, по-моему, если не ошибаюсь. Там очень сильное замедление на полтора секунды. Ну и только в конце уже берут бонус. Последний как раз-таки баф, это по-моему, плюс 30% мувспида для своих игроков. То есть баф своей команды. Но его берут сам в конце. Да кому нужен баф здесь? Надо самому убивать. Да-да-да. Зип выходит последним предметом на Драктар уже, а Вездор покупает себе Межай. собрал. Ну, кстати, уже 6 слотов Вездора получается в целом. Да, у него 11 стаков на Межай, если я не ошибаюсь, что неплохо, в принципе. Сейчас выбор оправданный. Игра у нас затягивается, идет уже 41-ая минута. HQ сопротивляется. Ни один ингиб у них все еще не упал. Одна Т-3-вышка пала, и Флэш Вулс не могут так легко пойти и попытаться здесь убить ХК и закончить эту игру или хотя бы забрать несколько сторон. А вот Нашор это как раз-таки тот объект, на который они обращают внимание в данный момент. Стратегия, в принципе, у Флэш Вулс неплохая. Поставить одну ленину слоу-пуш, сделать 1-4. Эка может, по сути, попробовать передуэлить Гангпланка. Здесь идет ультимейт от Талии. Интересное решение. Пытаются добить Нашора АН абсолютно вне позиции. Пытаются осилить Грагас, но не получается. Да, кстати, забирает барона Нашора. Весдор в жоне. Опасная ситуация для команды HQ. Позиция у Флэш Вулс тем не менее неуверенная, но принимает Карст на себя. Урон! Касадин забирает Ашума! Мортиус не помог вообще никак. По Мэйплу играют. Хороший анбрейкабл от Свардарта, но, боюсь, это никак ситуацию не спасет. Весдор продолжает бить. У него, правда, маны уже нет. ММД с фланга. Доиграть не могут HQ пока что. Бэкаются все игроки команды Флэш Вулс и в принципе... Надо обязательно Мэйпла убить. Но Мэйпл был под бафом на Шора, поэтому очень быстро возвращается сейчас на базу и в итоге только НЛ умирает. За это, конечно же, упадет в вышка Т1. Но это не страшно, потому что баф на Шора все-таки сейчас преимуществует у четырех членов команды Флэш Вулс. И что делает Флэш Вулс? Они идут по миду и ботлейну прямо сейчас. ММД единственный, кто бэкается. У него есть телепорт. НЛ-1 остается. Кстати, ему надо быть поаккуратнее, потому что если ММД до него успеет добежать, то АН он здесь может и убить. Ну вот тут остается Грагас. Кстати говоря, ситуация все равно в пользу на территории HQ Флэш Вулс, но все бэкнулись. Ну, да ладно. Не смог здесь Маунтин в первую очередь забрать Натшора и на этот раз Смайты Карса настроены намного лучше. Хорошая, конечно, игра от Весдура, где он играет и с Флэша, и со своего Рифт Волка, с помощью которого убивает НЛа просто в момент. Зарабатывает очередные несколько стаков Меджая для себя и КС-1 становится уже намного-намного опаснее. Увидел ситуацию Весдура, просто прочитал карту, посмотрел, куда отходит НЛ. Единственное, я не понимаю, зачем сейчас НЛ собирает себе QSS? От чего? Почему? Да, я тоже не понимаю, честное говоря. От Элистара не помогает, а от Маунтейна, естественно, не помогает. Максимус бить замедление, но это просто не кост-эффективно, а вот, допустим, тот же БТ и дополнительный лайфстил может помочь тебе в большинстве дуэлей. Да, БТ, Гардиан Эйнджел, то есть у Аши много опций по предметам, которые она, по сути, может закупить, даже Ботарк был бы здесь, наверное, неплох. Играет Весдор по НЛ, НЛ выживает, сейчас хорошо отходит, здесь хайтит, старается, Альбис принимает на себя весь урон, Сворд Дарта отзонили, уничтожают Аши, Браума уже, Весдор еле-еле держится, отходит дальше Рифт Волком, Карса тем временем танкует, Мейпл использует свой тиммейт, ММД возвращается ультом, Гангпланк умирает, Карса играет дальше по Албису, и отлично, и флэш от Карсы, убивает Севир, умрет еще и Элистар, прекрасный разворот, поворот со стороны Флэш Вулс, Грагас тоже минус, и Весдор упал до этого, поэтому это будет эй, с пользой команды Флэш Вулс, они могут зафинишить прямо сейчас эту игру, потому что, по-моему, на шорба все еще есть на игроках Флэш Вулс, и они давят сейчас эту линию. И можно сдвинуться даже на топ, что там большая пачка миньонов, и с ней пойти завершу. Хотя здесь у вышки остается очень мало здоровья, и кажется, мы будем наблюдать дальнейшему четвертую игру. Надеюсь, в ней не будет большого количества пауз, и Флэш Вулс, волей характера, и здесь уже именно отличной игрой Карсы, когда он застилил баф на шора, вновь переворачивает эту игру. Красиво! Круто сыграна команда Флэш Вулс, я уже в последнем файте подумал, что вот-вот сейчас HQ все перевернут и заберут карту в свои руки, но не тут-то было. Снова Мэйпл, снова Карса, здесь наконец-таки проснулся лесник команды Флэш Вулс, и действительно сделал красивый такой экшен-мув, который уничтожил Севирку в секунду, и счет становится 2-1 по-прежнему в пользу HQ, но Флэш Вулс забирают одну победу, так что еще ничего не понятно. Конечно, сейчас ситуация начинает накаляться, хотя HQ были наказаны за свой очень жадный пик. У них было 3 линии, которые были слабее, чем у оппонента. Маунтейна выключили из игры за счет ромов, и Флэш Вулс смогли продавить HQ, после чего забрали 5 вышек в ответ на 0. По этой причине им надо просто слегка переработать драфт, потому что в драках они не выглядят слабее, чем Флэш Вулс. Да, в драках они абсолютно не выглядят слабее, чем Флэш Вулс. То есть вопрос, да, как ты уже сказал, драфт, то есть как им сейчас рассчитать свои пики, но тут опять же Флэш Вулс поняли, что все, эко в Гангпланка, и сейчас, мне кажется, HQ должны сделать соответствующие выводы, что не давать возможности организовывать такую ситуацию, когда будет противостояние Гангпланка и эко, так как мы увидели, что эко даже к поздним этапам игры и будем пока что уходить на очередной перерыв. Да, дорогие дамы и господа, пауза у нас небольшая, после которой мы вернемся уже с четвертой игрой противостояния HQ и Sports Club против Флэш Вулс. Напомню, что счет 2-1 в пользу HQ.